Соревнования по биатлону среди учебных заведений городского поселения Яхрома завершили череду зимних спортивных мероприятий. На этот раз в состязаниях приняли участие только три команды – школ номер один, два и Подьячево. В каждую команду вошли по пять человек. Задача участника – пробежать на лыжах круг длиной в 400 метров, выстрелить по пяти мишеням, используя 10 пуль, снова преодолеть круг и передать эстафету товарищу по команде. В случае промаха участник бежал в малый штрафной круг. Первыми стартовали девочки и сразу появилась интрига. Школьнице из Подьячево на втором этапе удалось обогнать свою яхромскую сверстницу. Но после старта мальчиков более опытные в лыжных гонках и стрельбе яхромчане оказались впереди. Первыми финишировали спортсмены из второй школы. За ними примчались шкалеры из Подьячево и замкнули тройку лидеров, учащиеся первой яхромской школы. Тут какая-то своя изюминка есть. В данном случае биатлон проводили. В спартакиаде Дмитровского района биатлона нет. Среди школьников. Потом есть еще, проходили соревнования, шорт-трек, тоже необычные, для мальчиков разные, силовые, многоборья и так далее. Но что-то такое вот директор ФОКа и работники, они постоянно придумывают для нас, чтобы детям было интересно участвовать. Все-таки прострелять получилось лучше, чем проехаться. Есть у нас, конечно, человек и я, в том числе. Пробежали хорошо, некоторые не очень. Призеры гонки были награждены памятными сувенирами, а победители дополнительно сладкими призами и кубком. Данные соревнования завершили зимний спортивный сезон в Яхроме. Впереди у шкалеров новые мероприятия, которые организуют для них специалисты спортивно-оздоровительного комплекса Яхрома. Нам никогда не отказывают учителя. То есть они всегда откликаются, всегда приводят детей. Сами видели, что получились гонки, в принципе, как реальные гонки. Понятно, что правила все упрощены. Потому что здесь участвуют не только дети, которые непосредственно занимаются лыжами, но и дети, которые, в принципе, просто ходят для себя так на лыжах. Несмотря на занятость детей в школе, в спортивных секциях и районной спартакеаде учащихся, желающие участвовать в таких нетрадиционных стартах всегда находятся. И если яхромские школьники занимаются в спортивных секциях и школах, то у подьячевских такой возможности нет, так как вся спортивная жизнь в селе организована исключительно в школе. Поэтому каждый старт – это хорошая возможность проявить себя и помериться силами со сверстниками.